Сейчас в Сочи можно видеть не только горожан, гостей и курорта, но и особую категорию туристов, если можно так сказать, профессиональных. Это представители около 500 компаний из России и за рубежа, участников Международного туристского форума. Основные встречи его участники проводят не в конференц-залах, а на набережных, в горах, в отелях и ресторанах. Изучают, насколько Сочи привлекательна для гостей города. Чем интереснее и комфортнее покажется туроператорам Сочи, тем более заполненным будет курорт. На совещании говорили о приятном. 50 процентов гостиничного фонда на лето уже забронировано. Чтобы цифра эта выросла и чтобы места не только бронировали, но и выкупали, нужны постоянные усилия. Город должен оставаться чистым и безопасным. И если раньше, к примеру, брошенные на улицах автомобили были больше эстетической и транспортной проблемой, то сейчас ситуация другая. Сегодня нужно к этому относиться очень ответственно, потому что это может стать террористической опасностью. Увидели, что это брошенный, участкового, прям немедленно находите, участковый оперативно или найдет хозяина, или же напишет справку, что он, что это отброшенный транспорт, вывозить его. У нас время, которое требует к безопасности относиться без прохладцы. А вот другое, крайне важное для сочинцев дело, после многолетнего перерыва возобновилось и даже набирает обороты. Из ветхого жилья горожан не переселяли около 30 лет. Глава Сочи называет победой то, что власти взялись за это сложное и дорогостоящее дело такими темпами. В общей сложности до конца года 99 семей переедут из старых квартир в новые, такие же по площади. Переселение из ветхого аварийного фонда не является улучшением жилищных условий. Здесь, в соответствии с программой, предоставляется жилье метр в метр. При этом граждане, которые переселяются из ветхого аварийного фонда, имеющие право на улучшение жилищных условий, остаются на очереди и по очереди имеют право улучшать жилищные условия в соответствии с законом и получением площади по социальным нормам. Уже известно, деньги на переселение из аварийных домов заложены и в бюджет 2016 года. В новое жилье переедут более 120 семей.